Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне трудно жить, я многим нечаянно желаю смерти, но не хочу этого делать, как избавиться от этих мыслей, прошу помогите. Давайте сначала по порядку. Вы пишите в целом о том, что вам трудно жить. И далее вы приводите пример, почему вам трудно жить. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, как это связано между собой? То есть как связано то, что вам тяжело жить и то, что вы желаете смерти кому-то? Потому что пока что я не очень могу понять, как это связано между собой. Каким образом это связано, точнее. Ну вот. Дальше. Что такое желать, значит, смерти другому человеку? Ну, да, другим людям. Всё это значит. Значит, это примерно следующее, что вы на кого-то злитесь. Вот. Вы злитесь, вы там, ну, условно говоря, да, недовольны, ну, вот, ну, кем-то из, ну, допустим, да, из людей, вот, недовольны вы. Вот. И вы это, получается, в себе выожжимаете. Вот. То, что, ну, вот, то, что вам, ну, то, что вам нравится, да, вот, то, что вы, ну, то, что вы впитываете. Вот. Вот. А вы недовольны этим. И, в общем и целом, происходит процесс, так скажем, переноса. Вот. То есть вы переносите, по большому счёту, на других людей, то, что, вот, сами, ну, то, что сами чувствуете. Чувствуете. А, ну, 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 запрещаете, ну, запрещаете, как бы, ну, себе. Вот. Понимаете, да, какая сторона? Поэтому вам нужно, вам нужно сделать следующее. Вам нужно для начала научиться отслеживать свои эмоции, отслеживать свои, так скажем, переживания. Вот. И учиться их выражать, ну, адекватно людям, с которыми вы так или иначе общаетесь. Когда и если вы будете это делать, когда и если вы позволите себе это делать, когда и если вы станете это делать, то ситуация будет улучшаться. Вот. Со временем, не сразу, но улучшаться ситуация так или иначе будет. Вот. Как-то так. А, может быть, может быть, то, что вы описываете связано с чувством вины. То есть вы себя за что-то вините, вы себя за что-то, ну, скажем так, корите, да? Вот. И, соответственно, то, что вы себя за что-то вините, выливается в желание смерти. Потому что, ну, это в данном случае не что иное, как психологическая защита ваша. Вот. То есть если вы, условно говоря, запретите себе еще и это. Вот. А много, я так, подозреваю, что много вы себе запрещаете. Вот. Если вы себе запретите еще и это, то вот совсем вам будет в этом смысле тяжко. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Поэтому я думаю, я думаю, что необходимо работать над тем, чтобы как можно лучше, ну, к себе относиться. Вот. Чтобы как можно лучше себя воспринимать. И чтобы как можно качественнее заменьшать свои эмоции, свои чувства. Значит, свои желания. Вот. Выражая их, ну, проявляя их, скажем так, ну, другим людям. Тем самым себя реализовывая. И посредством этой самой реализации обретает свободу. Я думаю так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с собой работу. Удачи вам! Удачи вам! Продолжение следует...